Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господи! И вы подобны человекам, чающим Господа своего. Когда возвратится от брак, да пришедшу и толкнувшу, обе отверзут ему. Блажене рабитие, их же пришед Господь обрящет бдяще. Аминь, глаголю вам, яко припаяшется и посадит их, и, приступив, послужит им. Яще придет во вторую стражу, любо в третью стражу придет, и обрящет их така, блажене суть рабитие. Си же видите, якаще бы ведал господин храменный, в кича стать приидет, бдил у бобы, и не бы дал подкопать и дому своего. И вы уба будете готови, яковын же час немните, сын человеческий приидет. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры, сегодня суббота, 14 декабря, и мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки, читаем главу 12, с 32 по 40 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Новозавета, найдем те евангельские строки, послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволел дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе сумы неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровища ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и подходя станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте живы, готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Вот такие евангельские строки в сегодняшний субботний день Святая Церковь нам возвещает. Господь обращается к ученикам своим со словами очень важными, воодушевительными, настраивающими человека, вот именно такой правильный лад. Вы знаете, любое дело, которое человек делает, оно требует внимания, требует знания, требует усилий воли, да усилий вообще всего существа человеческого, и требует решимости, вот что важно. Порой даже, вот когда мы с вами слышим слова евангельские, где Господь говорит, что там вот о соли, да, что, то есть, вы должны быть солью земли, там, что если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую. То есть такое объяснение этих слов, что здесь говорится именно о решимости, о той ревности, которая должна быть в человеке. Так вот, если любое земное дело без всего вот этого, что перечисленного сделать практически невозможно, тем более, что касается дела спасения души. То есть Бог нам вновь и вновь напоминает о том, что мы должны целиком и полностью участвовать в том деле, которым нас Господь призвал. Что нельзя быть христианином только там в воскресенье, например, когда мы в храм идем, да и в субботу вечером. Нельзя быть христианином, когда какие-то праздники религиозные празднуются. И сейчас тем более мы видим, что и какие-то праздники христианские, и государственными становятся, скажем, от Рождества Христова. Хотя опять же видим, что у подавляющего большинства людей, наполняющих нашу страну, к Рождеству кое-то отношение. Ну, один из новогодних праздников. Причем после Нового года точно второстепенный. К Новому году же люди готовятся. Вот уже довольно скоро начнется. Да уже сейчас, уже полмесяца прошло. Начинается это безумие. Подготовки к Новому году. Люди ждут этого, не щадя живота своего. Закупаются продукты, подарки. Люди планируют свою жизнь, думают, где они будут встречать. Кто побогаче, выбирайте какие-то заграничные туры. Ну как же, действительно живет в северной стране. Приятно Новый год встретить где-нибудь на островах Индийского океана. Кто победнее, думает, как бы дома все это отпраздновать. Вот чем занят человек. Мысли куда направлены. А так подумать, о чем мы думаем. Ведь какая-то ведь ерунда, какой же это пустяк. Какое-то вообще значение имеет все вот эти вот новогодние праздники. Что они могут дать нам? Забрать у нас и время, и деньги, и силы, и здоровье. Все на свете. А что они могут дать? Да, кроме тех, может быть, нескольких минут радости, когда там ожидают бой курантов, открываются какие-то напитки. Да, и люди желают друг другу Нового года и нового счастья. Наивно полагая, что счастье, оно зависит от того, как-то вот эту ночь, когда один день закончится, другой начинается, вот как-то там встретишь. А тут дело спасения. Как часто мы гораздо меньше сил тратим на то, чтобы действительно дать себе пользу, поменять себя, приготовить себе к будущему, к вечности. Здесь в этой жизни научиться действительно быть счастливыми. Ведь о счастье откуда человек оберется? В первую очередь оттуда, когда у него мир в душе появляется. Откуда мир в душе? Когда человек с Божьей помощью от грехов освобождается. Когда он всех простил, со всеми помирился. Когда он умеет прощать, когда он умеет любить. Когда он знает, какова радость от того, что ты кому-то помогаешь, а не от всех этой помощи требуешь. Действительно, когда он становится христианным по-настоящему, не по названию, а по-настоящему, по духу своему, тогда действительно он становится всем довольным, всегда радостным, всегда спокойным, всегда мирным. всегда. И самое, что интересно, он все больше и больше этого получает. Ну как такими стать? А вот Господь нам сегодня об этом говорит. Во-первых, да, слава, не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царство. Да не бойся жизни этого века, каких-то испытаний, скорбей, все это пройдет, очень быстро пройдет. Отец Небесный, вон что он, царство благоволил, это для нас небо готово. Царство Божие нас ждет. Каждого из нас, если мы останемся с Богом, если мы сможем войти туда. А вот чтобы там быть, вот опять же, дальше. Вот сегодняшний Евангелие такое, знаете, руководство для жизни. Каждое слово употребляй, и вот тебе, в общем-то, царство ставит для тебя реальностью. Продавайте имение ваше, давайте милостыню. Учит нас Господь здесь и не привязываться к земному, да, и помогать другому человеку, потому что через это мы учимся состраданию, любви, учимся быть свободными от каких-то вот этих цепей земных. Делаем хороших должников для себя, потому что давая милосты, нищим, понимая, что ты с него никогда ничего не получишь, материального, но за то, что твое зато доброе дело, оно не сгорело, Богом запомнится. Не будем говорить, что зачтется, да, где-то там, хотя в каком смысле, может, и это будет. А то, глядишь, что человек за тебя вот так вот помолится, как за своего благодетеля однажды, где-то Бога поблагодарит. А насколько это важно для тебя вообще будет? Ведь такая благодарность людей, она способна наши грехи покрывать, то, что мы своим исправлением, покаянием где-то изменить не можем исправить. Бог вот так вот снисходит к той короткой, благодарной молитве людей, которой мы когда-то помогли. «Приготовляйте себе сумы неветшающие, сокровищие, неоскудивающие на небесах». То есть вот Господь говорит, что вот туда пусть все ваши мысли будут стремлены. То ждите, там копите себе благо. Не здесь окружайте себя какими-то тленными предметами, которые сегодня, если через полгода вышли из моды, вы снова беспокойны. Как бы мне что-то новое там приобрести? Или лишились вы чего-то, и все, и стресс у вас, и жить не хочется. Вот там, на небесах, собирайте себе то добро, то благо. Где вор не приближается, где моль не съедает. Потому что где сокровище ваше, там сердце ваше будет. Вот, кстати, действительно в этом плане, чем больше человеку делает для себя вот этой вот пользы духовной, тем больше он располагается к этому деланию. Это, кстати, важно понимать нам, людям, унылым, которые тяжело там молиться, тяжело поститься, тяжело что-то доброе делать. Все равно это как-то с трудом себя понуждает заставлять. И почему это с трудом? Мало делаем. Мало. Вот заставлять себя хотя бы вначале делать побольше. И сердце расположится к этому. Когда это станет для меня сокровищем, я буду к этому стремиться. Это вообще-то закон даже, наверное, в какой-то психологии человеческой. Вот пусть будут чресла ваши препоясные, светильники горящие. Да, то есть это символизирует собой вот эту вот решимость, собранность, да, такой вот свет ума, когда человек ставит перед собой задачу, цель и стремиться к ней всем своим существом. Будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Да будьте вот подобны вот этим таким добрым слугам, которые ждут своего хозяина, а не ложатся спать, пока он не придет. То есть здесь Господь нас призывает, чтобы мы не были ленивыми, унылыми, расслабленными, чтобы всего вот этого не было, чтобы всегда была бодрость, всегда была решимость, всегда была готовность исполнять его любожью. И блажен раб тот, который так вот живет. Потому что Господин, придя, найдет его бодрствующим, истинно, говорю вам, препояжется и посадит их, подходя станет служить им. Вот что Господь обещает. Сам Бог служить будет человеку. Да, если придет во вторую стражу, в третью стражу, но тут имеется время суток, под самое утро там придет и найдет его не спящим, бодрствующим, ожидающим хозяина своего, то блажен раб тот. Вы знаете, что если бы видел хозяин дома, в который час придет ворота, бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дома своего. Так вот и каждый человек должен здесь вот блюсти себе, блюсти душу свою, чтобы и дьявол не находил лазеек в сердце наше. Вот, и чтобы в любой момент быть готовым перед Богом предстать. Да, вот эти слова. Будьте живы, готовы бы, в который час не думать, придется нечеловеческий. Но эти слова касаются, что вообще, скажем, жизни любого человека отдельно взятого, что в любой момент можно на тот свет быть позванным, и остаться здесь не удастся никому. А также это говорится и о втором пришествии Спасителя, что тоже время его будет. Хотя признаков очень много Господь дает, но для большинства людей это будет чем-то внезапным, тем часом, в который человек не готов и не думает. А мы должны быть готовыми. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли. Читали мы Евангелие от Луки, главу 12, с 32 по 40 стих. И всем нам напоминаю необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!